Всегда восхищался людьми, которые умеют уладить, ну или бы вообще остановить конфликт. Договориться с буйным клиентом и решить его вопрос таким образом, что клиент остается довольным. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня у нас с вами вторник и это говорит о том, что мы с вами будем разговаривать о продажах. И тему я нашу сегодня назвал сопротивление. Давайте изначально поговорим, что такое сопротивление. Мы сейчас говорим про сопротивление в продажах и в переговорах. С одной стороны сопротивление это отрицание всего нового. Либо по-другому можно сказать, что сопротивление это первичная форма возражения, которая не имеет под собой никакого фундамента и поэтому очень легко преодолевается. Давайте сначала разберемся, откуда вообще появляются сопротивления. Мы говорим обобщенно. Сопротивления появляются в связи с тем, что мы живем в обществе, где своего рода в кавычках принято не соглашаться сразу на любые предложения, а взять паузу, подумать. И для того, чтобы взять эту паузу, мы на первоначальном этапе отказываемся от любого нами полученного предложения. Приведу такой пример и думаю, что, наверное, каждый с этим примером сталкивался. Бывают такие клиенты. Мы начинаем с ними вести диалог по телефону. И эти люди просто какие-то, они ругаются в бешенстве, спорят, отказываются, кидают трубки, посылают. А потом проходит какой-то определенный период времени, и эти люди становятся чуть ли не ангелы божьи. И с ними сделки проходят вообще просто идеально. Никаких возражений, никаких придирок, все четко и ясно. И мы думаем очень часто, да почему же так-то? Или мы думаем, вот какой я крутой, я смог этого клиента уговорить, смог с ним проработать. Да, все правильно. Но только важно понимать, что конкретно мы смогли с этим клиентом проработать. А проработали мы именно как раз те самые сопротивления. Давайте я поделюсь с вами основными сопротивлениями, которые чаще всего сталкиваются в риэлторском бизнесе или вообще в продажах. Но я все-таки, так как 20 лет посвятил своей жизни риэлторскому бизнесу, буду переводить эти сопротивления в ту сторону. Первое. Личное превосходство. К великому сожалению, мы люди настолько раздули свое эго, что мы считаем, что мы короли, а все остальное это так. И вот когда мы, агенты по недвижимости, звоним клиенту, а в связи с тем, что репутация у нас риэлтора подпорчена все-таки, то очень часто слышим такие фразы. Да мне риэлтор не нужен, я и сам все продам. Что толку-то с вас? Я сам продавал, сам покупал, никому никаких комиссий не платил. То есть сюда добавляется интонация, вот эта высокомерие, когда человек говорит, я сам все сделаю, не надо мне ничего предлагать. Здесь я обычно говорю таким образом, если я звоню продавцу, то я говорю, Иван Иванович, то есть я правильно вас понял, когда у меня появится покупатель, мне его к вам не приводить. И здесь из-за того, что мы говорили, что у сопротивления нет четкого фундамента. А что я под этим имел ввиду? Клиент, когда возражает, он обычно не возражает, сопротивляется. Он обычно думает, что на этом все остановится. Ну а теперь представьте, как я рушу ему шаблон, когда говорю, если у меня будет покупатель, мне его к вам не приводить. Человек обычно говорит, приводите. То есть возражение снимается, и дальше пошел вести диалог тот самый лояльный клиент. Второе. Негативизм, либо агрессия. Бывает. Да задолбали вы, что вы мне звоните? Да не надо мне от вас ничего, я сам вот так вот могу просто-напросто выставить на Авито. Да вы паразиты, вы мошенники. То есть как только мы слышим что-то в этом роде, именно вот с такой грубой интонацией. Все это говорит о том, что человек впал своего рода в негатив, визм, в наш адрес. Но в адрес не конкретно Андрея Тихонова, а в адрес риэлторского бизнеса. И сейчас с ними вести диалог будет практически бесполезно. Необходимо дать возможность человеку выговориться, и потом спросить. Скажите пожалуйста, Иван Иванович, я правильно понимаю, вы сталкивались с нашим братом, и что-то пошло не так. Поделитесь пожалуйста, что случилось. Третий. Мягкий уход. Это тогда, когда люди начинают говорить. Андрей, спасибо, мы хотели просто только уточнить. Ты нам вот скажи вот эти детали, и больше ничего не надо говорить. Да, потому что нам надо сходить подумать. Мы пока просто узнаем. То есть это вот такой, да я как выставил квартиру, просто хотел уточнить, пока еще ничего не собирался. Вот здесь наша задача точно так же, выслушать внимательно клиента. Потом впоследствии спросить, для чего он эту информацию узнавал, и когда он собирается ей воспользоваться. То есть не обращать внимания на те слова, что мы пока просто получаем информацию. Четвертый, самый распространенный. Это категоричный уход. Так, 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 все, все, все. У меня нету времени. У вас очень много вопросов. Мне сейчас некогда. Давайте, давайте созвонимся в другой раз. Все понятно, понятно, понятно. Это тогда, когда человек категорически ничего не хочет слышать, и вот он говорит, все, отстаньте от меня, я пошел заниматься своими делами. В данном случае я очень рекомендую поступить следующим образом. Иван Иванович, прекрасно понимаю, что время дороже золота, и оно у вас в очень маленьком количестве. Скажите, пожалуйста, какие мне важно пункты подготовить для того, чтобы впоследствии не тратить ваше время, а буквально там за 5-7 минут рассказать всю суть. И очень часто, не всегда, но очень часто человек начинает нам проговаривать, что нам необходимо подготовить. Таким самым образом забывает о времени. Одна из самых частых манипуляций, которую я сталкивался, с которой я сталкивался. Так, Андрей, у меня буквально пару-тройку минут. Говори быстренько, что ты хочешь, и все, и разбегаемся. Есть одна девушка, она очень великолепный руководитель, и она постоянно использует вот этот инструмент. И когда я вижу, как не заходят другие люди, они действительно начинают торопиться, начинают стесняться, и в конечном итоге она, как один из великолепных переговорщиков, просто получает свое. Давайте подрезюмируем, дорогие мои коллеги, что очень большое количество телефонных переговоров мы сливаем только по причине сопротивлений. Мы очень часто эти ни к чему не привязанное сопротивление сопоставляем с реальными возражениями и начинаем их отрабатывать, что в начальной стадии не имеет никакого смысла. И еще раз давайте поймем, что сопротивление это своего рода возражения на первоначальной стадии, которые не имеют под собой никакого фундамента, поэтому разбиваются крайне легко. Но также важно учесть, что если мы не умеем предотвращать эти сопротивления, проходить эти сопротивления, то очень большое количество клиентов мы отпускаем просто в пустоту. Какой вывод мы можем сделать? Если мы слышим, что человек с нами полностью не согласен в самом начале диалога, либо он немножечко хамит, либо он сделает все сам, то мы должны понимать, что это просто один из эмоциональных этапов человека и нам его нужно преодолеть. Всем риэлторам, которые имеют желание увеличить свой навык переговоров, благодаря чему увеличится количество сделок, предлагаю три варианта развития событий. Первый вариант развития событий. Начните изучать продажи и переговоры. Углубляйтесь в эту тему и вы увидите, насколько вам проще будет работать и насколько проще будет закрывать сделки. Второй вариант развития событий. Это приходите ко мне на первую бесплатную консультацию, на которой в течение 30-40 минут мы разберем подробно вашу сегодняшнюю ситуацию и посмотрим, что я смогу для вас сделать. Третий вариант. Приходите ко мне на мини-курс, который длительностью всего 12 дней. Мы как раз на этом курсе разбираем, как делать презентацию, как отрабатывать сопротивление, как предотвращать возражения и как закрывать клиента на конкретные действия. На подписание договора, на оплату комиссионного вознаграждения, на принятие решения купить тот или иной объект. Ну а на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои коллеги, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. И если это видео было для вас полезным, ставь вот такой смайлик. А самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok